вот и начнем наверное вот с чего что такое в принципе ведь все добавки как они работают и для чего они нужны нормальным людям и для чего они нужны спортсмену как это вообще все функционирует в организме я решил сначала вообще описать то как протекает путь любых веществ в организме то есть надо обязательно вспомнить типичный метаболизм который есть в каждом из нас который обуславливает нашу жизнь и так далее зачем мы едим зачем мы дышим это уже был такой ролик про дыхание про цикл кребса и так далее теперь зачем мы едим ну физиологии питания где-то там мы затрагивали давно давно на каком-то стриме что-то там было похоже еще было видео для подготовки к егэ там по системе пищеварения там вкратце что-то было тоже на эту тему сказано но если абстрагироваться от всего этого и немножко подвести итоги то тело любое будь то бактериальное тело прокариотическое или тело довольно такого сложного совершенно организма как человеческое но нуждается естественно стройматериалах когда появляется маленькая клеточка она первым делом если она поделилась появилась она первым делом начинает набирать какой-то объем веществ питательных и энергии для того чтобы двигаться существовать проводить какие-то метаболические химические биохимические реакции и в дальнейшем снова размножиться для этого есть определенный набор веществ и энергосубстратов которые она употребляет всем известная легендарная формула бжу белки жиры углеводы ну тут очень часто забывают еще об очень важном компоненте живых клеток это нуклеиновая кислота бжу плюс нк правильно вообще-то это писать и каждый из этих компонентов играет свою роль мы представим что мы скушали например ну что можем скушать бутерброд с котлеткой там есть белки жиры углеводы нуклеиновая кислота причем котлетка это генномодифицированная была она представляла собой чудовищный синтез науки и селекция это была какая-нибудь племенная корова в которой там внедрили ген баклажана чтобы она была более устойчива к чему-нибудь ген какого-нибудь не знаю там зеркального карпа и так далее то есть страшная такая химера как кажется это обывателям зачастую но из нее сделали котлету в итоге все-таки человек оказался сильнее этой химеры и когда мы потребили эту котлету она начала проходить путь в нашем организме от ротовой полости до естественного выхода всех этих компонентов так вот начинается расщепление компонентов пищи во рту я не знаю не буду особо глумиться сегодня над вашими над вашими рецепторами зрительными поэтому нарисую все красиво это человеческая голова это нос вот это вот рот вот человек скушал бутерброд с колбасой не колбасой с котлетой мы договорились про про котлету да в ротовой полости под действием слюны пища начинает размягчаться она становится из более мелких компонентов начинает становиться более измельченный компонент ее становится более доступными из-за этого для воздействия дальнейшего ферментов каких-то других веществ связанных с пищеварением и после этого она поступает желудок но уже в ротовой полости частично происходит расщепление пищи если мы хорошо пережевываем ее то амилаза которая содержится в слюне начинает расщеплять углеводы сложные сахара до более простых но в этом легко убедиться если вы пожуете кусочек белого хлеба минуту-две то во рту возникнет сладкий вкус это будет верный признак того что амилаза расщепила сложные углеводы содержащиеся в хлебе до простых сахаров на глюкозу практически и мы их можно и мы можем воспринимать ее рецепторами языка как сладкий вкус дальше после механического измельчения смачивания слюной пища поступает в желудок в желудке начинается уже более интересные реакции которые связаны с денатурации белка то есть углеводы мы уже начали расщеплять все хорошо в желудке среда достаточно кислая ph порядка 2 3 за счет небольшого количества соляной кислоты которые продуцируются оплаточными клетками эпителия желудка и там же начинается воздействие пепсина и трепсина на вот эти вот белковые крупные молекулы то есть сложные белковые молекулы расплетаются четвертичные третичные структуры переходят во вторичную и белки и ферменты которые воздействуют на белок начинают расщеплять его до олигопептидов то есть небольших звеньев в каждом из которых содержится какое-то количество аминокислот до небольших таких вот фрагментов с жирами пока ничего особо не происходит после этого пища вот это вот из желудка поступает двенадцатиперстную кишку там кислотность среды резко меняется она становится щелочной уже ph повышается там приблизительно до 9 потому что есть такой замечательный орган который называется печень и печень продуцирует желчь желчь это эмульгатор очень хороший который начинает эмульгировать собственно жиры жиры становятся более доступными для ферментов которых будут в дальнейшем расщеплять а переваривание белков продолжается ферментами которые соответственно уже более активны во слабо щелочной среде также продолжается расщепление углеводов тоже сюда же впадают протоки из желудочной железы она выработает поджелудочный сок там тоже есть свои ферменты для расщепления всего этого дела затем такая уже переваривающаяся и полу расщепленная пища поступает в достаточно такой длинный отдел желудочно-кишечного тракта который называется тонкий кишечник ну собственно двенадцатиперстная кишка есть его часть затем это все дело там очень сложным образом закручивается несколько метров это все путешествует и по пути расщепленные фрагменты то есть белки расщепляются до аминокислот жиры до простых фрагментов там глицерин жирные кислоты и прочие хвосты углеводы расщепляются до простых сахаров до глюкозы и дисахаридов нуклеиновые кислоты расщепляются до нуклеотидов и вся вот это вот братья то есть все что мы съели неважно какое там генномодифицированное немодифицированное все равно оно в любом случае будет на этом пути переварено расщеплено и всосано в кишечник в одинаковом виде что бы вы ни съели хоть котлету хоть не знаю там апельсин хоть свой палец оно все равно будет расщеплено до базовых компонентов другое дело что в разных пищевых субстратах содержатся разные эти вот самые компоненты после того как то что сможет сосаться будет сасано всосано в тонком кишечнике этот пищевой комок полупереваренный химус он переходит в толстый кишечник начать вот здесь уже да такая поднимается толстый кишечник вверх там восходящая ободочная сигмовидная кишка нисходящая ободочная и заканчивается толстый кишечник прямой кишкой и анальным отверстием в толстой кишке в основном всасывается жидкость вода и растворенные в ней вещества в том числе соли которые растворяются в воде ну а то что мы не смогли переварить и всосать она достается для питания бактериям которые живут в толстом кишечнике их там около двух килограмм упоминаю на то что даже они не смогли переварить и в себя впитать то выходит наружу виде фекалий вот вкратце примерно так проходит путь любая пища которую бы мы не съели неважно что это будет повторюсь котлета или специально какая-то приготовленная порошкообразная субстанция которую кушают эти самые спортсмены все равно этот путь одинаковый теперь переходим протеином bca и так далее протеины ну собственно белок по-латински будет протеин и по-английски принципе также будет это по сути изолированные белки без всех остальных компонентов пищи с одной стороны это вроде бы как кажется хорошо потому что ну зачем перегружать да там желудочно кишечный тракт жирами углеводами к тому же многие искренне верят что если есть жир то будет жирным вот они кушают чистые белки в виде порошков протеина вот этого генера в том генера это смесь белков с жирами углеводами а вот протеины именно они вот представляют собой уже полу такие расщепленные переваренные белковые фрагменты и кажется все вроде хорошо вместо того что получить нужный заряд белков из котлеты вы вместо большой такой жирный сочный котлеты скушаете там пол чайной ложки этих протеинов и вроде бы по логике получите в тонком кишечнике всасывание аминокислот такое же как от котлеты но здесь уже скрывается первый подводный камень дело в том что эти порошки но и в сухом виде не едят их разводят водой они хуже усваиваются из-за того что когда переварен не переваренные вот такие вот обработанные искусственным путем белки попадают желудок они соединяясь с соляной кислотой ну с кислой средой желудка и ферментами иногда перераскручиваются то есть наша среда в желудке заточена для того чтобы раскручивать сильно скомканные белковые молекулы а туда попадают чуть ли не уже олигопептиды в отдельных случаях и тут можно провести такую аналогию что вот есть у нас например задание строителям разобрать дом по кирпичикам и у строителей есть кувалда он берет стену начинает по ней фигачить кувалдой и она разбивается на кирпичики потом из этих кирпичиков можно сложить какую-то другую стену в другом месте или что-нибудь вообще отдельное а тут мы говорим строителю вот те кувалда вот разбирай но вместо стены даем ему уже отдельные уложенные кирпичики на стройплощадке и он начинает по ней фигачить кувалдой естественно кирпичи разбиваются в пыль и потом мы из них что построить не можем отчасти такая очень отдаленная по аналогии ситуации происходит в желудке с протеинами которые употребляют спортсмены из-за воздействия довольно агрессивной среды желудка часть из них теряется они динатурируют и разрываются слишком сильно и некоторые аминокислоты оказываются поврежденными ну это конечно очень условное представление с точки зрения химии происходит все гораздо интереснее сложнее но мы не будем сегодня говорить про химизм реакций мы просто так на пальцах разберем механизм отдельные всех этих питательных смесей как они реагируют с органическими нашими реакциями биохимическими внутренними то есть часть теряется то что не теряется она проходит дальше и действительно усваивается теперь главное какие аминокислоты действительно нужно добавлять в эти протеиновые коктейли аминокислот которые используются человеком для постройки своего организма 20 штук они называются протеиногенные аминокислоты то есть те из которых мы будем строить белок но это не значит что всего аминокислот в природе 20 их гораздо больше многие из них используются в других реакциях но для постройки белка для синтеза белка а синтеза белка есть отдельное видео на канале можно потом посмотреть кто под забыл как это происходит только 20 используется некоторые из них можем синтезировать сами по моему порядка 8 штук некоторые нам помогают синтезировать бактерии которые живут в нашем кишечнике но несколько аминокислот являются незаменимыми мы их обязаны потреблять пищей как и витамины некоторые витамины мы тоже обязаны потреблять с пищей мы их сами синтезировать не можем кстати про витамины я говорить не буду потому что тупо есть видео алексея водовозова на ютубе просто вбивать алексей водовозов витамины и вот он там максимально качественно подробно и очень авторитетно рассказал все байки связанные с витаминами стоит их пить не стоит их пить какие стоит пить с присущим ему юмором и качеством изложения поэтому лучше про витамин его видео посмотрите даже не буду пытаться ничего про них рассказывать потому что вот вот уже есть это изложение такое до которого мне как до китая пешком поэтому сегодня только про бжу и спортпит так вот эти аминокислоты незаменимые мы обязаны употреблять иначе мы не сможем жить мы не сможем строить свое тело не сможем строить ферменты ферменты белки нужны не только для того чтобы там были мышцы и какой-то каркас тела но и для любой реакции организма начинает проведение нервного импульса и заканчивая клеточным дыханием не будет ферментов митохондрий дыхательной цепи клетки задохнуться через пять минут мы умрем поэтому питание должно быть полноценным должны получать все аминокислоты которые необходимы для построения вот этих вот связей и молекул длинных в принципе в этом плане изолят он не особо вреден то есть если его употреблять белковый изолят я имею ввиду который вот в протеинных коктейлях если его употреблять грамотно не превышая тех рекомендованных доз которые указаны там на упаковке или которые рекомендует вам врач или тренер то в принципе это может восполнить недостаток белка в вашем питании но только в том случае если вы реально испытываете недостаток этого белка если человек нормально питается то есть он слушает свой организм он может сказать да вот сейчас я голоден сейчас мне надо покушать он значит пошел покушал удовлетворился там не чревоугодничал не объедался нормально удовлетворил голод и пошел заниматься своими делами делами там вечером ходил на тренировку снова там захотелось поесть поел причем питается полноценно не что-то перекусил или там забил желудок макаронами а у него в рационе есть мясо нормальное у него в рационе есть овощи у него в рационе есть какие-то там сложные углеводы клетчатка и достаточное количество жиров то ему просто нет никакой необходимости употреблять протеиновые коктейли просто по той причине что организм не воспримет избыток этих аминокислот они выйдут здесь очень хороший пример у меня есть я про него ну то есть не пример а вот тоже такая аналогия про это говорил уже неоднократно но еще раз скажу вот для как мне кажется как мне кажется нормальный ритм работы человеческого желудочно-кишечного тракта это одна дефекация в 2-3 дня максимум в день если человек ходит по большому там три раза в день ему наверное стоит задуматься о том а не дофига ли он жрет потому что в этом случае ну вы просто не даете пище достаточное количество провести в желудке в тонком кишечнике она проталкивается на выход следующей порции пищи и из того что вы едите ну будет просто грубо говоря вы пищу переводите на говно а если она проводит в кишечнике достаточно количество времени чтобы там все всосалось тогда никакого спортивного питания вам не потребуется то есть здесь нужно баланс соблюдать и не слишком много есть не слишком мало самое главное что пища была полноценная то есть нормальное обычное здоровое питание повторюсь мясо овощи крупы кто любитель и так далее если же есть какой-то недостаток например белков вот какой-то причине у вас нет возможности кушать мясо например ну я не знаю что такое случится что вот ну вот не едите мясо и у вас недостаток животных аминокислот и мало овощей при этом употребляется чтобы из них тоже приходили вот эти аминокислоты тогда на какое-то время можно поддержав свой метаболизм употреблять протеиновые коктейли если же вы нормально питаетесь то то что вы кушаете эти порошки они просто не усвоятся в том количестве которое вы потребляете то есть если уж вы спортсмен если уж вы подвергаете свой организм нагрузкам запредельным а спорт повторюсь очередной раз это ненормально для человека физкультура нормально спорт ненормально спорт это всегда работа на пределе и и какой-то какой-то звено организма оно всегда находится под повышенной нагрузкой если это там не знаю легкая атлетика да как правило то ноги и сердечно-сосудистая система то есть сердце и все сосуды которые постоянно под высоким давлением если там это не знаю какие группы мышц другие тяжелая атлетика например штангу поднимают люди это там и ноги и руки и все мышцы тела если там велосипедист понятное дело там лучник понятно если это шахматист ну в общем тоже не тяжело бывает и эти нагрузки они с одной стороны подразумевают что надо бы и питание каким-то образом скорректировать потому что на расход из-за того что расходуется повышенное количество энергии и изнашивается быстрее ткань тех мышц которые задействованы вам нужно восполнять это все но с другой стороны если при повышении нагрузки вы не будете равномерно повышать питание добавляя в свой рацион больше и белков и жиров и углеводов и нуклеиновых кислот тогда у вас произойдет смещение в сторону перерождения некоторых тканей ну то есть может произойти конечно не дай бог но может произойти потому что изнашиваться клетки будут равномерно клетки строятся не только из белков они строятся из жиров и углеводов и нуклеиновых кислот поэтому если вы добавите только белок то клетки все равно не смогут восстанавливаться в том виде в котором они должны быть и у них не будет вот энергии потому что на белки и жиры они вообще-то организм не очень активно они очень охотно превращаются в энергию основной субстрат энергетический для нас это углеводы короткие сахара которые мы быстро переводим в энергию клетка путем аэробного дыхания перерабатывает углеводы вот в тф за счет цикла крэпса и мы имеем возможность дальше работать сокращать мышцы вырабатывать ферменты и так далее поэтому если при повышении нагрузки вы надеетесь восполнить потенциальный недостаток белков протеиновой смесью то вам не хватит всех остальных компонентов и по сути все вот эти вот коктейли они уйдут впустую вот с точки зрения баланс соблюдать обязательно и употреблять протеиновые коктейли есть смысл только если вы исполняете недостаток белков вашем обычном питании но лучше всего просто питаться нормальной пищей это гораздо лучше чем жрать коктейли и протеиновые батончики дальше дальше что еще хотел сказать по этому поводу вроде бы все теперь bca bca это еще удивительная совершенно вещь я даже специально понаоткрывал всяких вкладок интересных с разными исследованиями и вот что есть про в общем если вы откроете любой там спортивный сайт то он там качки всякие красивые расскажут о том что это полезно что белок содержится там то там то есть золотое правило что там умножить чистую массу тела на два два с половиной разделить на 5-6 приемов пищи на протяжении дня и это вам будут рассказывать что нужно через силу питаться 5-6 раз в день если вы желаете набрать массу мышечную там или просто массу тогда да нужно придерживать их советов и заставлять себя это употреблять при этом постоянно тренироваться на повышенных нагрузках тогда 5-6 раз в день кушая вы не будете какать 5-6 раз в день она будет усваиваться потому что организм будет потреблять все это в увеличенном с повышенным режимом отдачи и все она будет переходить в построение клеток будет расти мышечная масса будет расти в принципе масса тела но опять же хорошего это ничего нет если вы изначально дричь и желаете там стать качком это возможно на такие примеры были среди моих знакомых то есть они реально вот из таких вот палочек становились там 90 килограммовыми горами мышц но хорошо ли это сказалось на их здоровье вряд ли да они стали крутыми там жать от груди сотку без проблем и так далее но зачем в чем смысл каждый человек он хорош в своем то что получается то и делай если ты там хочешь заняться спортом и ты худоват ну займись легкой атлетикой там не знаю займись стрельбой из лука займись нормальной атлетикой в плане там перекладе ничего не делай или еще найди себе занятие по душе но не надо становиться там тяжелоатлетом и тягать сотку ну хочешь тяжелоатлетом будь в своей весовой категории не надо тебе набирать 100 килограмм живой массы это плохо скажется и на сердце на сосудах и на целом на организме и на пищеварении тоже потому что всю жизнь ты не будешь так питаться нужно будет это слезать и худеть обратно а это процесс еще сложнее чем набор массы поэтому здесь тоже нужно придерживаться всегда здравого смысла и не не перегружать организм сверх того на что он заточен к чему приспособлен к чему лежит генетическая предисположенность 66 грудок в день да я согласен это что-то многовато вот поэтому вот вот примерно то то вы и увидите ну и естественно реклама там всяких разных смесей зависимости от того какой то сайт что там кому про кто кому проплатил естественно будут вам втирать и так далее поэтому все что касается протеинов и тогда леска я сказал теперь что касается бца где-то мне тут было по моему что-то открыто а нет я не открывал ничего нет пациент открывал в общем бца это аминокислоты с такими разветвленными фрагментами конечных цепей радикалов это валин лицин и изолейцин вроде как вроде как по некоторым исследованиям эти аминокислоты они мало используются для получения энергетического субстрата то есть не разрушаются клетками при переходе на энерго питание от белков они непосредственно метаболизируются в мышцах и начинают более активно восстанавливать поврежденные мышечные волокна наращивать мышечную массу и так далее вроде бы хорошо то есть почему бы и не жрать бца когда у нас есть повышенная нагрузка для того чтобы мышцы быстрее росли но тут тоже кроются подводные камни и самое очевидное из них то что сердце это как бы тоже мышца и когда мы даем ей повышенную нагрузку она тоже немножко повреждается ей тоже необходимо расти для того чтобы перекачивать большее количество крови для того чтобы более эффективно снабжать работающие мышцы кислородом для того чтобы более эффективно иметь иметь более эффективный метаболизм всех остальных питательных веществ так вот если быца начнут встраиваться в сердце и она будет расти то от этого тоже ничего хорошего не произойдет всем известно известно такой диагноз как сердце спортсмена это когда гипертрофирован левый желудочек потому что он привык перекачивать больший объем крови за удар в системный кровоток и спортсмены профессиональные которые подвержены очень частым силовым и скоростным нагрузкам они остаются с этим сердцем до конца жизни потому что мышц это уменьшится а вот если сердце увеличится до патологических размеров то ничего с ним хорошего не произойдет и она останется с спортсмен до конца дней гейнеры наверняка шки быца воды с вареньем мяско дура который хочет по плюс 10 килограмм я хотите сотку креатина обожрать налейся водой достаём ряд минус почек ну в принципе в принципе на этом стрим можно заканчивать потому что invisible demon только что соспойлил абсолютно все что я хотел сегодня рассказать в целом в целом примерно так это и выглядит потому что добавляя какие-то компоненты в свою пищу всегда нужно помнить что она идет не только на построение мышц в бицепсе мышцы есть еще и гладкие вокруг сосудов мышцы это сердце белки это ферменты и бездумно добавлять избыток каких-то аминокислот жертвуя другими нельзя просто именно по этой причине а по поводу того можно ли если вы все-таки начали употреблять можно ли смешивать друг с другом до смешивать можно это как бы никаким образом не повлияет на их эффект не снизить в принципе сильно усваиваемость против того что они так-то не особо усваиваются хорошо можно ли мешать с электролитами с лицетином с креатином совсем можно мешать но лучше повторюсь ничего это не жрать иногда изоляты то есть продукты содержащие только какие-то конкретные пищевые субстраты полезны для людей которые чем-то больны вот например если у человека есть непереносимость там каких-то элементов глютена белка такого тогда существуют специальные безглютеновые макароны безглютеновые там крупы имитация вот он тогда должен кушать если у человека сахарный диабет то он вместо сахара употребляет там какие-то искусственные подсластители типа того же самого аспартама но здоровому человеку употреблять изоляты это по меньшей мере глупо нужно просто нормально хорошо питаться и честно тренироваться спортсмены которые достигают колоссальных высот или качки которые там в дверь не проходят они это не достигли на протеинах они употребляли стероиды они по-любому кололись они жрали всякую химию ну то есть в химию в смысле совсем не хорошую стероидно которая ломала их гормональную систему для того чтобы добиться этого результата и потом через несколько лет они будут страдать спортсмены как правило там бегуны тяжелоатлеты после 40 лет не встретите никого исключение там отдельные единицы тот же самый берем берн далин которым по моему там 43 или 44 он до сих пор там чемпион всех и вся это собирается заканчивать карьеру обычно спортсмены там до 30 лет все после они уже заканчивают карьеру потому что организм уже не выдерживает они уже не просто не могут соревноваться с молодыми хотя это тоже важно они начинают уже плохо себя чувствовать у них проблемы и сердцем и сосудами и суставами со всем остальным особенно если они употребляли стероидные гормоны и всякую прочую дрянь то есть на одних протеинах тех результатов не добиться которые вот достигают качки виде гор мы что же там шварценеггер и все прочее они все по-любому кололись и так далее поэтому общий вывод про протеины и bca такой если у вас есть недостаток чего-то или чем-то больные врач вам прописал это кушать кушайте если вы просто спортсмен который пытается выбрать чтобы ему такое съесть чтобы все стало хорошо и он завтра пробежал 100 метровку за 10 секунд ну не будь спортсменом тогда наверное потому что не это должно быть твоей мотивацией а должно быть должен быть кайф от самого процесса занятия спортом от самой пробежки от преодоления себя без помощи всяких там химических реактивов и так далее потому что но если хочется преодолеть 100 метров за 10 секунд ну первое там ты протеин возьмешь потом начнешь колоть стероиды достижение науки но гораздо проще сядь в машину просто и пройдите 100 метров быстрее чем любой спортсмен зачем как бы промежуточные какие-то варианты а вот если ты хочешь именно свой организм сделать таким крутым тогда делает и без ущерба для него без всяких там изолятов и всего прочего за генеры был разговор но то же самое генеры протеины все все по сути одно и то же генер это смесь протеинов с жирами и углеводами но таких странных пропорциях где тут было по моему у этого качка как раз про генера а ну вот да там все есть и тот же самый качок рекомендую рекомендуют их не употреблять а выбирать все таки изолированный протеин вот но 10 тоже ошибка распространенная жиры которые приводят к избытку калорий появления жировых отложений жиры строятся из углеводов а не из жиров тут немножко ошибка какая-то такая типичная поэтому всяким красивым загорелым дядькам испанской внешности лучше в этом плане не доверять они все равно хотят просто вам продать спорт питание и так далее вот эту тему надеюсь мы закрыли на про электролиты и все прочее то же самое электролиты это штука полезная но по сути тоже нет никакой необходимости покупать их к тому же фиг значит там намешано просто употребляйте подсоленную воду вот и все когда вы находитесь под нагрузкой физической у вас из вас уходит некоторое количество пота с растворенными в нем солями если почки начинают интенсивнее работать они тоже выделяют больше солей которые нужны организму поэтому просто можно после тренировки если у вас нет возможности нормально покушать то можно попить подсоленной водички немножко а лучше всего взять минералку там какой-нибудь боржоми или синтуки и попить ее то есть и синтуки это самый лучший электролит которых просто не продают в спортпитах и так далее сори тише 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 вот это что касается белков но продозировки аминокислот bca и так далее то есть говорить не буду если уж вы решили это кушать просто берете инструкцию и кушаете дальше теперь про бады сейчас только немножко водички попью только не соленый про бады связанные уже с другими вещами например например омега-3 всем известное поле насыщенные поле насыщенные как там только их не обзывают жирные кислоты здесь вот есть несколько довольно противоречивых моментов вообще что такое омега-3 омега-6 омега-9 это жирные кислоты которые тоже незаменимы которые в нашем организме не синтезируются и мы должны их употреблять извне они разные 3 6 и 9 по разные по составу такие длинные длинные жирные молекулы которые используются совершенно в разных наших клетках для разных целей не буду опять же биохимию глубоко залезать это и значит восстановление мембран этой работы разных ферментов помощь и построение каких-то собственных клеточных структур в общем штука полезная как и многие другие компоненты нашей пищи как витамины как микроэлементы почему именно про омегу-3 часто говорят но я не знаю видимо когда-то хорошо и пропиарили и начали значит ее проталкивать ее употреблять надо но как имха сразу по устрению пару кубиков сахара накажет 70 масса очень помогает энергии дом дайте нет болезни прием пищи ибо жрать в разделке не каждый может я полностью согласен да про сахар кстати тоже хорошая тема вот прям вот 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 да просто просто читайте комментарии invisible демоны и следуйте им пока этот человек говорит абсолютно правильные вещи пошел в качалку скушал сахара резкий приток энергии и в голове ничего не будет сидеть что прямо сейчас надо что-то там употребить а потом уже пришел домой нормально покушал белки жиры углеводы и так далее ну то есть про омега-3 в советском союзе был хайп на рыбий жир как вы знаете в нем содержится омега-3 очень много но в 70-е помню в 70-е годы что-то случилось с океаном океан резко засрали и вроде как рыба стала заразной по крайней мере так минздрав сказал и перестали насильственно проталкивать рыбий жир в неокрепшие детские глотки хотя во многих там школах и в принципе в семьях сохранилась традиция кушать каждый день обязательно по ложечке рыбьего жира это обязательно это надо но благодаря глобализации в современном мире опять же изолированно употреблять отдельные вещества можно только в том случае и нужно только в том случае если у вас есть клинический недостаток этих веществ то есть если вдруг резко поплохело вы пошли к врачу ингаритова батенька так у тебя же недостаток полиненасыщенных жирных кислот ты наверное совсем не употребляешь растительное масло яйца и морепродукты так это совсем не употребляю ну батенька что ж вот вам значит рецептик идите в аптеку и покупаете рыбий жир вы приходите в аптеку покупаете рыбий жир кушаете вы счастливы вам снова хорошо у вас полный недостаток омега-3 там 6 9 и так далее но если вы в нормальной жизни кушаете подсолнечное масло растения употребляете там помидоры всякие прочую фигню майонез едите яйца едите рыбу едите хотя бы иногда и у вас нет каких-то проблем со здоровьем связанными с недостатком этих омега кислот тогда вам не нужно их употреблять повторюсь если вы будете жрать их слишком много то во первых они просто не усвоятся сверх необходимого а во вторых во вторых вот есть некоторые такие интересные исследования которые указывают на связь избыточного потребления омега-3 ненасыщенных жирных кислот с в частности с заболеваниями заболеваниями лс это как вам по-русски то господи боковой амиотрофический склероз от которого умер недавно всем известный стивен хокинг и огромное количество других людей пострадало ну был тут была буча на эту тему там была из баки челлендж все там вливались ледяной водой жертвовали деньги на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом и так далее ну там конечно непосредственно связи с этим заболеванием нет но употребление вот в частности bca и в отдельных случаях полиненасыщенных жирных кислот дают вот могут давать такие заболевания увеличивая шанс заболеть им если вы предрасположены к ним ну то есть омега-3 с боковым склерозом не связан вот bca связан а омега-3 связан с некоторыми заболеваниями сердца хотя были исследования которые говорят о том что наоборот употребление избыточной омега-3 при каких-то проблемах сердцем снижают риск сердечного приступа в молодом возрасте но другие исследования сразу же говорили что при этом ломаются почки и там снижение риска проблем с сердцем на один процент там повышает на 30 процентов вероятность потерять почку но если как бы не глупить и питаться нормально без всяких там bca и гейнеров то проблем сердцем быть не должно если просто нормально адекватно расценивать нагрузки и сопоставлять возможности свои с потребностями далее что еще интересно интересного есть в этих биодобавках и прочих прочих бадах ну и то что нужно усвоить раз и навсегда бада это не лекарство их употреблять если написано батом подается без рецепта то в принципе себе сильно не навредите но вряд ли поможете есть конечно исключения например переходя вот к вопросу про суставы сейчас в современной клинической практике практически нет нормального средства для восстановления для терапевтического восстановления суставной поверхности и суставной сумки и хряща около этой суставной сумки единственное что можно сделать точно это просто больной сустав поменять поставить титановый и он прослужит вам там сто лет но конечно с этим тоже есть свои проблемы не у всех они приживаются особенно учитывая уровень там провинциальной медицины не всем это хорошо заходит сразу говорю я не в теме того что пишу далее только наслушался начитался интересно сейчас напишу да конечно пиши отвечу если смогу я не не всезнающий рангур я как бы не могу отвечать за все и сразу ну так вот надежной терапии подобных проблем то есть артрозов не существует но есть такая штука глюкозамин хондроитина сульфат он в нашей фармацевтической практике называется я забыл как терафлекс терафлекс такие большие банки пластиковые с таким довольно крупными таблетками ну типа вот как знаешь на что похоже очень крупные таблетки там хондроитина сульфат и глюкозамины глюкозамины это вещества которые снижают воспаление в хряще то что когда происходит повреждение то есть износ суставной сумки ну просто истирается хрящ и кости начинают ближе друг другу находиться при движении вызывая боль потому что откосница достаточно чувствительное место там довольно много нервных окончаний сосудов и в этом месте естественно где боль начинается воспаление организм сам подпитывает эту реакцию иногда даже возникает аутоиммунные и воспалительные состояния иногда из-за них возникает проблема с суставами иногда из-за проблем с суставами возникают аутоиммунные состояния продолжающие инструкцию хряща но факт есть факт такие ситуации у спортсменов очень чисты и некоторое время назад начали продвигать активно вот это сочетание глюкозамина сульфата с хондроитин сульфатом для терапии подобных состояний ну то что кортикостероиды используются для снижения воспаления это всем и так известно то есть тот же самый преднизолон прописывается при подобных состояниях а вот хондроитин сульфат это интересное вещество которое добывают из хрящей акул ну из скелета акул да акул это хрящевая рыба поэтому костей там нет она вся целиком из скелета хряща состоит и вроде как какое-то время назад было большое количество исследований что это способствует улучшению состояния были там большие серьезные такие подборки которые позволили вроде как достоверно установить улучшение состояния пациентов увеличение толщины хрящевой прослойки на костях и так далее потом пошла волна опровержения что вроде как вот это вот хондроитин сульфат не работает и до сих пор как ни странно нет полностью достоверных сведений об эффективности этого препарата но исходя из собственной практики врачи очень часто назначают террафлексы и подобные как называется это господи подобные препараты которых содержится глюкозамин и хондроитин сульфат для терапии и это ну чаще помогает скажем так вряд ли это работает как плацебо потому что восстановить хрящ довольно сложно просто мечтая об этом ну хотя в принципе возможно наш организм способен справиться со многими повреждениями но в целом вот пока современная формация ничего лучше хондроитин сульфата для восстановления хряща пока не придумали терапевтического лекарственного за исключением просто снижение нагрузки и нормального питания опять же жрать бады это тот же самый террафлекс для профилактики артроза это бессмысленно не поможет вот если вы уже болеете тогда что нужно применять то есть на протяжении всего стрима я вот эту красную нитью веду если вы здоровы если у вас нет заболевания какого-то которое нужно лечить тогда вам не нужно ни биодобавки вам не нужны ни лекарства вам не нужны не какие-то спорт питания и так далее просто нормально живите занимайтесь своими делами и не вносите лишнего в сложную биохимическую систему кой является ваш организм тогда все будет хорошо сейчас я еще пару слов добавлю про вот эти вот добавки исследования только отвечу постараюсь на вопрос демона бца это аминокислоты как и бесполезный глицин передозировка этого якобы невозможно следовательно как они вообще может пойти организму я как-то пробовал сублинговальный прием бца так и не понял что толку от этого что есть что нет кофе отличный предтрен как и сахар походу все то что можно купить просто так и трекламируется как панацея полная фикция ну да я вначале сам об этом говорил если ты не успел присоединиться что метаболизм он как бы не дает обмануть себя и слишком много ты не внесешь только если у тебя есть недостаток какого-то вещества если есть недостаток конкретной аминокислоты или конкретного витамина или конкретного микроэлемента а об этом тебе скажет только доктор проведя соответствующие исследования тогда тебе нужно это употреблять а так отдельно жрать там глицин и все прочее только как плацебо но здесь тоже кроется та же опасность что и с гомеопатией если будешь свято верить что какая-то биодобавка с неподтвержденной эффективностью тебя лечит а у тебя на самом деле есть какое-то заболевание допустим там болит сердце да тебе врач сказал иди там пей лекарства вот такие 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 то нет я у меня врача я пойду лучше пить вот биодобавки от там бабки агафьи и ты их пьешь в принципе частично эффект плацебо может покрыть это но в этом случае имея реальное заболевание и леча его биодобавками ты просто укоротишь себе жизнь потому что не дашь своему организму то лекарство которое ему реально нужно вот это опасность биодобавок а так в целом для здорового человека они опасности особо не представляют ну кроме его кошелька конечно связку быстрее восстановить но это не получится не получится просто покой нормальное питание она восстановится немножко небольшую нагрузку на это связка обязательно давать не до боли то есть до такой допороговой боли вот как только боль возникает прекратить но нагрузка обязательно на заживающие связки если уже вот воспаление прошло и острый эффект повреждения прошел и она уже реально восстанавливается, тогда нагрузочку потихонечку давать и полноценно питаться. Вот каких-то специфических, не могу дать рекомендаций, комментариев. Так, что касается, что касается исследования предикторы, что касается исследования глюкозамина при остеоартрите. Вот, например, да, есть исследования, которые вроде как действительно эффективность подтверждают. Но это Кахрейновские сборники, Кахрейновские статьи, которым можно верить. Ну или вот, например, изучение, изучали, а что-то я уже забыл изучали-то, 6 групп. А, ну вот, да, одним давали комбинацию хондроитин, сульфат и глюкозамин, гидрохлорида, другим комбинацию с диклофенаком, а третьей паре только диклофенак. Ну и смотрели, насколько у них уменьшится болевое ощущение. В принципе, во всех случаях боль уменьшалась, ну а не это ли требуется, когда человек приходит с артрозом и говорит, мне больно ходить. Можно диклофенак попить, помазать, можно хондроитин, сульфат с глюкозамином. В принципе, будет только лучше. Но, опять же, повторюсь, подобные вещи исключительно после того, как у вас какая-то проблема возникла, и вы к врачу обратились. Болит, еще не могу нагрузку давать. Нет, если болит, лучше к врачу, и пускай скажет, что там случилось. Да, если нагрузки... Нет, избыточно ни в коем случае, ни в коем случае избыточно давать не надо, только когда совсем прошло. Только когда совсем все прошло, тогда уже, да, можно нагрузку. Правильно, где он меня поправил. Спасибо большое. Еще пару дней неплохо бы дать отдохнуть, человек в теме. Твои советы я уже ценю. Мазь при сильных полях, таблетки пить. Ну, мазь, да, диклофенак постепенно восстановится, организм у тебя молодой. В принципе. Если долго очень... Ну, связки долго заживают. Связки, сухожилия заживают гораздо дольше, чем кости. Если там кость может срастись за месяц, и через месяц уже можно давать нагрузку, то связки могут там и год, и два заживать, и даже не в некоторых случаях дольше. Особенно те, которые постоянно подвергаются так или иначе нагрузкам. Например, межреберная мускулатура. Если там какие-то связки повредить, то мы же постоянно дышим, мы не даем им заживать, мы не можем не дышать. Есть, конечно, там низкое дыхание брюшное, да, можно сфиксировать корсетом ребра на несколько там недель, но это тоже не очень хорошая практика. Ну, а если там на руке, на ноге, то, конечно, проще мобилизировать, проще давать изолированные нагрузки. Ну, вот есть очень интересное исследование, на которое я наткнулся в процессе поиска всякой информации, хотя, как выяснилось, особо ничего не надо было искать, как раз про разветвленные аминокислоты, как раз про эти вот BCAA, вот branched chain amino acid, это как раз валин, лейцин и излейцин, которые входят в состав BCAA. Оказалось, что они при взаимодействии, в частности, с сердечной мышцей, а я напомню, да, BCAA они используются спортсменами, уважаемыми спортсменами тем, что непосредственно в мышцах метаболизируются, позволяя им быстрее якобы восстанавливаться, но и в сердечной мышце тоже. И вот что происходит, когда перегруженная сердечная мышца получает заряд BCAA. Они начинают активировать вот эту вот штуку, которая называется МТОР. Это рецептор, который реагирует на Т, я забыл, как вот вещество Т, которое является первой буквой в аббревиатуре этого рецептора. Короче, оно является медиатором для начала самопожирания клетками себя, в случае, если есть риск переродиться во что-то нехорошее. То есть, в организме огромное количество разных регуляторных механизмов. Вот это вот МТОР, это один из них. Когда в ткани начинает возникать какая-то нехорошая штука, пока еще там не связанная с раковой опухолью, то есть не генетическое перерождение, с этим работает иммунная система, а вот именно ненужное увеличение количества клеток в отдельно взятой ткани, например. То есть, пролиферация там, где ее быть не должно. В частности, если это начинает происходить в сердце, то окружающие клетки выделяют некоторые факторы. Рецепторы МТОР этих клеток, которые избыточную пролиферацию начали, они его воспринимают и начинают аутофагию, то есть, сами себя разрушают, чтобы не было гипертрофии отдельных частей сердца, потому что гипертрофия сердца – это плохо. А вот если мы добавляем БЦА, то эта штука может сойти с ума. И либо сердце, наоборот, будет слишком сильно, так скажем, восстанавливаться и гипертрофироваться, либо, наоборот, гистрофия отдельных участков сердца произойдет вплоть до инфаркта миокарда, потому что если на отдельных участках клетки совсем будут плохо себя чувствовать, то сосуды, которые там проходят, коронарные сосуды, они могут передавиться, и отдельные участки сердечной мышцы не будут получать должного питания. Пройдет некроз ткани, что, в принципе, и называется инфаркт миокарда. Но это при совсем таких крайних случаях, конечно, если вы кушаете там БЦА, не надо сразу бежать их выблевывать, если их избыточное количество употреблять, то вот есть такие исследования, которые негативно влияют на сердечную мышцу. Это в серьезном журнале, в CardioVascular Research, одном из передовых по кардиологии. То есть исследование было, оно такое вот, говорит само за себя. Ну, очень много разных вариантов есть, вот Кахрейновского обзора тоже. Но если подытожить, если подытожить, то скажу в очередной раз, биодобавки и спортивное питание не нужно. Оно не поможет достичь лучших результатов, а поможет только в том случае, если у вас по какой-то причине нет возможности, нет возможности реально получать нормальное питание, и вы питаетесь БПшками. Тогда, да, есть смысл кушать гейнеры, есть смысл употреблять что-то, но я думаю, если у вас есть возможность покупать гейнеры, то у вас есть возможность и вместо БПшек купить курицы, макарон, не знаю, зелени, помидоров, нормально поесть. Ну, если у вас нет времени на то, чтобы готовить, например, вот, да, только такой вариант мне в голову приходит, но вы при этом находите время на тренировке, ну, тогда вы отбитый человек, вам только могу поаплодировать, посопереживать, посочувствовать и восхититься, насколько вы готовы насрать на свое здоровье для того, чтобы сходить лишний раз на тренировочку и выложить фоточку в Инстаграм о том, что вы сходили в зал. То есть все нужно делать с умом и слушать Invisible Димона. Он все говорит правильно. Когда сгораешь на солнце, запускается это или что-то подобное, там как раз как-то клетка, факт мутации, начинает выпиливаться. Не совсем. Там работают все-таки больше механизмы, связанные с... Там не МТОР, там я забыл, какой рецептор, но да, похожий механизм. То есть если клетка далека от постоянного прохождения мимо нее клеток иммунных, ну об этом мы говорили там в других стримах, про мутации, видео по иммунологии на канале есть, то она может сама себя регулировать. То есть такие механизмы клетка тоже есть. Вот. В принципе это все, что я хотел рассказать. На самом деле ничего принципиально ценного или стоящего за этот час я из себя не исторг. И все это в принципе в паре абзацев монолога Invisible Demon можно было бы сократить. Но попросили разобрать. Я разобрал. Теперь моя совесть чиста и душа спокойна.